Реализацию губернаторской программы 100 участковых пунктов полиции администрация городского округа Щелково держит на постоянном контроле. Особое внимание уделяется открытию участковых пунктов в новых крупных жилых микрорайонах. Если раньше им надо было ехать, тратить время на поездку, чтобы написать заявление, сейчас есть график работы этого пункта, приходят к участковому и все свои жалобы, которые не только по преступлениям, а житейские какие-то, управляющая компания, площадка детская, кто-то повредил ногу, кто-то что-то, и все с этими бедами идут к нашим участковым. Поэтому я считаю, что работа наших участковых в связи с тем, что мы открыли здание, она приблизилась именно к народу, что в принципе и требуется для сотрудника полиции, а именно участковой службы. Улица Жигаловская, дом 29. Здесь два года назад застройщик передал безвозмездное пользование Щелковской полиции служебное помещение площадью 45 квадратных метров под участковый пункт. В прошлом году в микрорайоне Финский был открыт еще один участковый пункт полиции. Работа по изысканию помещений для работы щелковских правоохранителей продолжается. За это отдельное спасибо, наверное, администрации и главе городского округа. Щелково. То, что да, мы работаем, тесное взаимодействие в данном направлении, оно налажено. Не только в строящихся микрорайонах открывает администрация, нам предоставляет помещение как под опорные пункты полиции, так как и под комнаты приема граждан, так как у нас городской округ Щелково, это не только город Щелково, да, они нам предоставляют и в поселениях комнаты, то есть там уже еще ближе участковый становится к народу. На совещании отмечалось, что городской округ Щелково является лидером по реализации еще одной программы губернатора Московской области по обеспечению территории видеонаблюдением. Всего в округе работает более 3300 видеокамер. В прошлом году было установлено 438, в этом запланировано установить 343. Так участковые отслеживают ситуацию с рабочего места в режиме 24 на 7 и могут оперативно принимать решения как по совершенным правонарушениям, так и по различным конфликтным ситуациям, в том числе и бытовым. Дом, он довольно-таки недавно построенный, свежий дом, и, как правило, часто делают ремонты. Вот кто-то уже давно живет, кто-то только начинает ремонт делать, и, соответственно, люди друг другу мешают. Люди приходят, советуются, как быть, ну, кто-то пытается делать ремонт подольше, это будет в ночное время. Ну, понятно, люди хотят побыстрее заехать, а другие люди хотят отдыхать. Вот я их вызываю, одну и другую сторону провожу с ними беседу, и они приходят к определенному решению, чтобы никто друг другу не мешал. Ну, и все довольны. Полицейские работают в тесном взаимодействии с народными дружинниками и с руководством организаций, находящихся рядом с участковыми пунктами. На сегодняшний день между школой и нашим опорным пунктом, а конкретно с Максимом Юрьевичем, у нас налажено взаимодействие. У нас была встреча, где были определены некоторые планы работы на будущее, запланированы мероприятия по правонарушениям. Узнать имя и контактные данные вашего участкового просто. На сайте Межмуниципального управления МВД России «Щелковская» представлена вся информация в разделе для граждан. Помощь рядом. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, «Щелковское» телевидение.